девочки всем привет у нас сегодня эфир по кулинарному скетчу сегодня порисуем в преддверии праздника порисуем вот такую вот пасочку одну покажу вам с чего стоит начинать новичкам именно в скетче до сегодня нам понадобится с вами акварельные краски простой карандаш естественно ластик или плячка кисточка кисточка с тоненьким кончиком вот такая у меня стандартная это либо вот это вот и понадобится ручка лайнер на данный момент у меня в наличии вот такая ручка микролайн пятерочка вообще она должна быть черная но мне коричневая покажу вам сегодня с коричневым с чего стоит начинать ну для начала нужно понять что скетч это иллюстрация да то есть присутствует скетча всегда такая немножко мультяшность какая-то искусственность поэтому в принципе допустим если выбирать такую фотографичную живопись да и скетч то начинать проще конечно со скетч и поэтому сегодня вам быстренько покажу это в принципе не сложно также мы будем соблюдать все принципы до живописи то есть объем обязательно в скетче будет разберем цвета какие мы будем применять все покажу желательно взять акварельную бумагу и для начала мы делаем небольшой набросок такой начинаю я всегда со средней линии вертикальной которая делит предмет на пополам по вертикали определяюсь с высотой я сейчас не говорю о пропорциях да потому что сейчас это не самое главное обязательно будет эфир когда мы будем говорить о паспа построении о пропорциях и так далее я намечаю низ паски вверх определяясь с ее шириной и приблизительно набрасываю форму пасочки это такое грубо говоря цилиндр до сверху такой скругленный немного показываю низ можно не обязательно делать так как на фотографии да мы авторы своей картины по своей иллюстрации поэтому мы можем сделать немножко интерпретировать то есть добавить каких-то элементов или наоборот что-то убрать но я бы вот сюда допустим еще положила бы яичко пасхальное ну вот так и сделаю и добавляю как бы поверх объема вот что-то вот такое тут лежат какие-то яички но они не настоящие я думаю что это какая-то карамель в такой форме веточка ветка лаванды набрасываю и сюда и здесь вот какое-то такое имеется кружева принципе можно окружила сейчас не рисовать можно рисовать можно потом его прорисовать например белой гулаши и или ручкой белой можно сразу оставлять какие-то прорисовки допустим я немножко упрощаю вариант кружева потому что здесь очень много таких мелких деталей поэтому в принципе можно упростить всем привет что-то вот такое я пожалуй это зарисую потом прорисую скорее всего наверное ручкой белой гелевая ручка какие-то элементы у меня будут и сюда я положу одно пасхальное яйцо рисую все так будто бы у меня предметы прозрачные здесь можно стол обыграть выполнить его деревянным до показать какие-то досточки какие-то прожилочки что-то вот такое вот схематично и потом следующим этапом мы удаляем все ненужные нам линии последнее время мы практикуемся вот с ученицами рисуем извините рисуем сразу прорисовываем сразу контур гелевая ручка не гелевая ручкой лайнером когда прорисуете конечно ручка лайнер она немножечко размывается когда вы рисуете акварелью если вы рисуете не акварелью а маркерами то вот с этими линиями ничего не происходит и очень это очень удобно потому что вы точно не выходите за пределы и у вас прямо такой конкретный контур это очень удобно я сейчас все обвожу и повторяю что у меня коричневый лайнер можно использовать черный многие используют красный кстати мне красный тоже есть ноут как-то так обозначаем нашу лаванду здесь тоже накиданы кусочки цветочков лаванды можно немного прорисовать кружево как раз в будущем 5 так 2 3 здесь здесь 3 здесь Кружево у нас будет беленькое, поэтому мы эти места оставим незарисованными. Как-то так. Всем привет, кто присоединился. Яйцо пасхальное. И обрисуем, сделаем прорисовочку стола немного, фактуру дерева. Как вы понимаете? Как вы думаете? Как вы думаете? Все, как вы думаете. Снимите. ну вот вот теперь можно смело удалять карандаш и оставлять чистенький такой рисуночек именно выполнены уже в ручке лайнере я вам покажу да что какого цвета мы рисуем я бы в принципе вот эту глазурь бы сменила на такой лавандовый цвет и я в принципе так и сделала все мы начинаем начну я с фона немножко такой у нас холодный сероватый какой-то фон я беру серую пейну цвет рисую я красками белые ночи вот видите я начинаю наносить у меня немножко размазывается растекается ручка лайнер здравствуйте и с фоном я работаю очень-очень мягко вот так как мы подразмазываю его чтобы не было нам сам сам кулички не трогаю немножко можно даже это делать по-сырому то есть можно сначала смочить лист и потом уже наносить краску чтобы она красивенько растекалась можно делать и так если работать прям в темпе не задерживаются и у меня есть стол стол я применяю такой же цвет чуть темнее его беру и аккуратненько не наступая на главного героя нашего можно сразу допустим стол делать темнее там куда будет падать тень вот пасхи и вот яйца у нас получается нужно определиться да откуда свет давайте пусть у нас свет будет с левой стороны классически поэтому я сразу стол затемняю в этой стороне и за яйцом я тоже темню как то вот так можно расщелинке вот этим на столе сразу пока еще бумага сырая обозначить и уже можно приступать пасхи куличик у нас тесто и в тесто применяю охру немного рыжего и так как у нас свет с левой стороны у нас с вами наша красочка будет с левой стороны светлее правой темнее поэтому пока я заполняю одним тоном охра оранжевый аккуратно и можно заполнять вот эти вот дырочки которые мы оставили в кружеве в правую сторону можно сделать еще потемнее коричневый опять же в перемешку с оранжевым цветом чтобы это напоминало хлеба булочное изделие немножко подкидываю тень сюда под глазурь и сюда немного еще можно затемнить вот здесь даже можно подкинуть немножко желтенького и снова продолжаем темнить в тех местах где у нас через кружево видно кулич немножко такая муторная да тут работа прорисовочка мелочевки очень много если где-то контур растекся у нас сильно да то можно потом его подправить уже когда акварель высохнуть добавить каких-то элементов которые будут необходимы пока мы все так аккуратненько заполняем можно очень много элементов добавить еще в кружево дать с помощью краски то есть еще как-то помельчить подетализировать а и 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 Сюда надо дворить. Если вот здесь у вас подсохло, можно уже добавлять цвет в глазурь. У меня пока здесь сыровато, пока подсыхает, я заполню цветом яйцо, оно у меня будет розоватым, цвет у нас с левой стороны, поэтому я на яичке слева обязательно оставлю блик. И можно уже потихонечку прорисовывать вот это вот. Прорисовывать, а заполнять цветом нашу лазурь. Сначала заполняю в один тон, то есть по светлости будет в одном тоне, а потом я уже подобавляю, обозначу тень, теневые места. Можно заполнить пока вот эти яйца, которые находятся вот здесь наверху. лазурь. Главное так, чтобы у вас по контуру не сливалось вот этим фиолетовым сиреневой вот этой вот заливочкой, потому что еще не подсохло. Нужно аккуратненько. Конечно, желательно подождать, чтобы высохло, чтобы никуда у вас краска не потекла. Я сейчас возьму фен, потому что ждать придется очень долго, чтобы это все высохло. Немного пошумим. И теперь можно добавлять объемы. Я добавляю объем в яйцо, показываю тень. в яйце по насыщению. В яйце пула вылету, по- STEVEN-00 М, можно еще сделать по насыщенней. акварель когда высыхает она светлеет делаем насыщение глазурь с правой стороны тень не забываем это и можно немножко добавить в кружево синего цвета ультрамарином то есть вот с этой стороны где у нас тень кружева можно слегка затемнить но надо очень аккуратно чтобы у вас сильно не размазывалась коричневая краска которая у вас нанесена на кулич поэтому вот так вот нанесите не забываем про нашу лаванду и у нас цветочки лаванда еще где-то вот здесь накиданы падающую тень можно сразу показать немного затемнить вот эти вот штуки то есть показать объем на одном и на втором вот и в принципе вот на таком можно даже остановиться да но можно слегка усилить контур то есть там где у нас под размазывалась можно добавить сделать четче прорисовку иногда даже допускаются штрихи лайнером но вот здесь я особо не думаю что нужно сильно что-то штриховать какие-то эти элементы показать показать фактуру стола где-то что-то уточнить сделать поярче вот здесь Продолжение следует... Продолжение следует... Поэтому можете пробовать свои силы. Всем хорошего вечера. Рисуйте. Выложу на YouTube и в прямом эфире в сторис сохраните на сутки. Всем пока-пока. Продолжение следует...